ЗОЛОТОГО ЧЕЛОВЕКА В 2003 году около аула Челикты был раскопан Сакский Золотой Принц. Сразу же после этого природа начала показывать свой характер. Писатель Кадрбек Сигзбэф – один из активистов, требующих перезахоронить Золотого Человека. Он считает, что нельзя посягать на святыни предков. В 1941 году, 20 июня, ученые раскопали могилу Хромова Тимура. Тогда Аксакалы говорили, не нужно этого делать, будет кровопролитие. Он тоже священный человек. На следующий день началась война. Эта история дошла до Сталина. Потом Тимура опять похоронили. И в 1943 году советские войска начали побеждать. Представители традиционного ислама также поддерживают требования жителей поселка Челикты. В исламе неизвестным таким личностям показывают почести, завертывают в белый материал и обязательно делают похороны. Однако исторические предметы, найденные в Кургане Челикты, должны храниться в Государственном музее. Это более 4000 реликвий из золота высшие пробы, сделанные в VI-VIII веке. Вещи, которые нашлись в Кургане Челикты, доставлены в Государственный музей. Сейчас они проходят научную экспертизу, чтобы уточнить к культурному наследию, какого племени они относятся. Золотого человека жители Зайсана заберут у исследователей 28 июня. После молитвы в центральной мечети, сакский воин отправится в место захоронения в Курган Челикты. Погребальное мероприятие состоится 30 июня.